Феликс Шершенбаевич Кулов Феликс Шершенбаевич Кулов Добрый день Феликс Шершенбаевич, очень рад вас видеть, очень рад, что вы согласились на интервью, тем более, что ваше мнение интересовать будет большую аудиторию и в Казахстане, и в Кыргызстане, особенно после тех событий трагических, которые произошли у нас здесь в Казахстане в начале января 2022 года. Добрый день Армаджан, рад вас жить здесь. Феликс Шершенбаевич, ну вот первый вопрос, который я хотел бы поговорить, я вот знаю, конечно, вы прошли очень большой путь как государственный деятель, вы работали еще в советское время в Кыргызстане, на высоких должностях работали в свободном независимом Кыргызстане, были вице-президентом страны, возглавляли мэрию Бишкека, возглавляли комитет национальной безопасности Кыргызстана, были у вас конфликты с семьей Аскара Каича Акаева, я помню, что были выборы, от которых вас отстранили. Мы в Казахстане очень внимательно следим за всеми событиями, которые происходят у наших ближайших соседей, и потом произошла вот эта революция, которая названа на сегодняшний день Тюльпановой в 2005 году. И, конечно же, все мы помним эти события, проводим аналогии, и хотелось бы спросить вас, да, как бы, на тот момент, я знаю, что в момент, когда происходила революция, вы находились в местах заключения, вот, но все-таки вы, наверное, держали руку на пульсе, вы понимали, что происходит. Что явилось основой, почему произошла тюльпановая революция вот тогда, в 2005 году в Кыргызстане? Ну, во-первых, добрый день, Арман Жан, я тоже раз вас видеть. Вот, сколько лет мы же с вами не встречались. Мы тоже внимательно отслеживаем, что происходит в Барасском Казахстане. Для нас это очень важно, потому что, когда у соседей спокойно, то, естественно, вы сами понимаете, что реагирует, как и наше население тоже. Потому что непосредственно все это отражается. И когда я анализирую ситуацию, что было у нас, и что произошло в Казахстане, по неволе какие-то параллели приходится, значит, видеть. Ну, во-первых, я очень кратко скажу, что произошло 24 марта 2005 года. В этот день, значит, лидер оппозиции, один из лидеров оппозиции, бывший президент нашей страны, Аллазбек Атамбаев, около своего здания офиса собрал людей, и они двинулись, значит, к центру города, на площадь. По ходу движения, значит, толпа становилась все больше, люди смотрели, что же происходит. Тоже возмущенные присоединялись к протестующим. И уже когда стали подходить, Аллазбек Атамбаев предупредил громкоговоритель, что на площади могут быть снайперы, близко не подходим, наша задача провести мирный митинг. И вот, когда подошли на площадь, в это время выбегают примерно 150 молодых ребят в белых кепках, одинаково одетые, и начинают забрасывать камнями, разгонять мирных митингующих. Когда у них камни кончились, в ответ возмущенные люди бросились за ними. Эти молодые ребята забегают в дом провидции, мы его называем Белым домом, и получилось, как в военной терминологии, на плечах противника ворвались и захватили власть, захватили кабинет Акаева. В этот момент я находился в местах, мест более отдаленных, но тем не менее у меня была онлайн-связь, и я эту ситуацию как-то корректировал, чтобы наши и мои сторонники попытались остановить вот этот беспредел, который там мог возникнуть. Ну, в частности, стали избивать там секретаря Совбеза, Волода Джанузакова, он лежал без сознания, и мои ребята докладывают, что он лежит без сознания, я даю команду немедленно его защитить и попытаться его вытащить, что было сделано. Было очень важно, чтобы не скомпрометировать вот это вот такое возмущение людей, этот мирный протест, какими-то нехорошими, так скажем, последствиями. Вот такая была задача. Почему не применяли милицию? Очень просто. До этого, несколько месяцев назад, в одном из отдаленных районов на юге страны тоже проходил мирный митинг. И вот тогда милиция неправомерно применила оружие, и было расстреляно 8 человек. Они открыли огонь по невооруженным людям, да, тогда милиция? По невооруженным людям, да. Вот, и власть тогда уже, видимо, значит, решила, что милицию уже использовать не надо, давайте против народа бросим народ. Понимаете, вот такая ситуация. Ну, и вот это произошло. Теперь я хотел сразу перейти на 10-й год. То есть, если мы так разберем, вернее, прежде чем на 10-й год перейти, я хотел один момент сказать. Все говорят о революционной ситуации, да, что вверхи не могут управлять, ни за них хотят жить по-старому, вверхи не могут управлять по-новому. Такая ленинская формулировка о революционной ситуации. Причин и условий для недовольства, для того, чтобы были вот эти народные протесты, имелись, и причем не один год, но почему произошло именно сейчас? Просто был повод. Не было бы повода, мирный митинг прошел бы, и на этом завершилось. В 10-м году аналогичная ситуация. Даже я не выходил, но мне позвонили, значит, тоже лидеры оппозиции, сказали, что мы идем на мирный митинг, вот, просто сейчас покажем. Это было 7 апреля 2010 года, а уже позже, осенью, мы уже более решительным действием приступили. И вот тогда, опять-таки, был повод, когда мирных демонстрантов начали стрелять, причем стреляли в голову. И вот я просто приведу пару примеров. Приходит полковник с сыном, убивает его сына. Полковник в отставке. Куда он пойдет, отец? Домой пойдет? Конечно, нет. Приходят 4 молодых парня, одного из них убивают. Куда эти молодые ребята пойдут? Разойдутся по домам? Конечно, нет. Вот это вот гнев, справедливость, восстановление справедливости, чтобы вот это беззаконие, которое было допущено, конечно, вызвало мощное возмущение, мощный протест. И люди уже себя не контролируют. Вот было два повода. Понимаете? И я, извиняюсь, что я вынужден перейти на Казахстан. Что получилось, кстати, еще в 2005 году, прежде чем я перейду, после 2005 года вот этих событий, тогда голову поднял криминалитет. И была сложная ситуация. Я, значит, вошел тогда в тандем с Бакиевым, стал премьер-министром, он стал президентом. Вот. Но задача была, прежде всего, восстановить экономику. Но в это время у нас поднял голову криминалитет, и мне пришлось уже воевать с этим криминалитетом. Они выходили на площадь, собирали там тысячу людей, расставили юрты на правительственной площади, на старой площади правительственной. Требовали моей отставки. Вот. Естественно, вот в этих ситуациях приходилось наводить порядок. И при этом бывший руководитель нашего комитета национальной безопасности как раз этого криминального авторитета поддерживали. Вот такая была непростая ситуация. Непростая ситуация была совсем, получается, у вас внутри кабинета. Непростая ситуация была. И вот, когда, значит, что произошло в Казахстане, если вы позволите, я просто небольшой параллель проведу. Мы тоже внимательно отслеживали, да. Я подчеркиваю, я не политолог, и те причины, о которых сейчас говорят политологи, конечно, не имеют места быть. Это, значит, расслоение на бедных, богатых и так далее. Причины и условия существуют. Но надо исходить из следующих фактов. Первое. Арестовывается председатель, директор или председатель комитета национальной безопасности Карим Масимов. Насколько я информирован, я знал, кстати, его отца покойного. Мы с ним несколько раз встречались на экономических форумах. Вот, он сюда к нам, Бишек, приезжал. Вот такие были деловые контакты. И мне рассказывали о том, что он даже был недоволен, то, что отец занимается бизнесом. Этот человек был крайне осторожен. И вот его арестовывают, и, значит, при этом еще дается команда различным департаментам национальной безопасности, чтобы они, значит, уходили со службы и не оказывали никакого сопротивления. И вот здесь появляется еще информация, что комитет национальной безопасности, опять-таки, видимо, после тех событий, которые у вас имели место ранее, несколько лет назад в Жаноземе, решили, видимо, опять-таки использовать такой метод. Это вот по моим, так скажем, суммируя все эти различные факты, я пришел к такому выводу. Возможно, я ошибаюсь. Но, видимо, было принято решение, что эти миниерные митинги надо каким-то образом скомпрометировать. Где провести какие-то акты насилия в отношении сил правопорядка. И тогда народ уже возмутится, скажет, ну, нельзя, потому что это перехлест произошло. И вот таким образом были организованы какие-то группы при Комитете национальной безопасности, которые должны были вот эту, так скажем, черную работу сделать, скомпрометировать мирных митингующих. И вы заметили, что Карима Масимова, когда арестовали за измену Родины, арестовывает, по одной информации, сама Табиша, это племянник Назарбаева и его заместитель. Но потом его через два дня выпускают. И когда его выпустили, я тогда сказал, что, видимо, этот человек сейчас должен всех успокоить, и ситуация устаканится в Алматы. Что и произошло. То, что были направлены силы ОДКБ, это уже был бы фосфактум, они бы не сыграли той решающей роли. Как быстро началось, так быстро и закончилось. То есть вот здесь момент все-таки имел место быть. По аналогии с нашими событиями то же самое, когда силы правопорядка решили не применять, а решили вот таким образом дискредитировать. Вот это один момент. Плюс сюда наслоение было, так скажем, какие-то испящие ячейки, какие-то недовольные криминальные авторитеты и так далее. Все это в масса наслоения, но обратили внимание, все об этом говорят, что вот эти вот, как их называют, бородачи или еще кто-то, террористы. Международные террористы. Они забирали трупы. Да, они забирали трупы из моргов. Почему они это делали? Ну, понятно, для того, чтобы себя не расшифровывать. Для того, чтобы ни с кем их не связывать. И вот в этой ситуации, я считаю, что Касым Джамар Токаеву, президенту, была дана неправильная информация и вот он ее когда озвучивал, вот он озвучил в начале о 20 тысячах террористах. И эта цифра, конечно, не с потолка, эта цифра ему была дана со стороны специальных служб, обобщенная информацией. И, естественно, поэтому мы не могли не верить в информацию, и все страны, входящие в ВДКБ, оказали вот такую помощь, введя туда свои войска. Вот кратко, если так сказать, не углубляясь в детали. Да, то, что касается, когда войска ОДКБ вошли, честно говоря, ситуация резко изменилась, все стало на улицах более спокойно, хотя войска ОДКБ вообще не применяли оружие, они стояли и охраняли только стратегические объекты и, в принципе, все то, что происходило на улицах, это были только войска и силы правопорядка наши казахстанские. Вы же все-таки работали и в спецслужбах, возглавляли комитет национальной безопасности Кыргызстана. Насколько реальна опасность вот этих международных террористов в нашем регионе Центральной Азии? Неужели эти ячейки действительно столь многочисленны и они могут повлиять на политическую ситуацию в нашей стране, в Казахстане, вообще в странах Центральной Азии? Да, они существуют, и это не секрет. Достаточно просто проанализировать, допустим, совершение некоторых преступлений в странах Европы, в России, и выясняется, что эти люди, которые совершали теракты, они, в общем-то, выходцы из Центральной Азии. Многие из них выходцы из Центральной Азии. Почему они не здесь, здесь не совершают теракты и так далее? Ну, дома не хулиганят, проще говоря, да, простым языком. Значит, они здесь отсиживаются, а потом начинают все совершать. Часть Х, когда настанет, что они будут делать? Естественно, это вопрос, и надо быть к этому готовы. Вот это один из главных моментов, который требует объединения усилий всех Центральной Азиатских государств. Тем более мы понимаем, что творится на границе у нас с Афганистаном. Что там происходит? Есть определенное напряжение между правительством Таджикистана и руководством Талибана в некоторых вопросах. Одним словом, ситуация не очень простая. И по оценкам многих политологов, экспертов, очаг напряженности, может быть, как раз это Центральная Азия. А какая цель у этих террористов, вот у этих спящих? Чего они хотят? Что не устраивает вообще? Чего они добиваются? Ну, по большому счету, конечно, это изменить режим здесь, значит, так скажем, правления. Я вам один небольшой пример такой, он как шуточный что ли получается. Когда я находился в местах не стволе отдаленных, со мной тоже там сидел один товарищ, так скажем, да, который был осужден за то, что он входил в какую-то подпольную ячейку. И вот однажды он ко мне подходит и говорит, что вы знаете, нам надо создавать халифат здесь. Я ему в шутку говорю, Исмаил говорю, хорошая идея, говорю, ну, ты своими делами занимаешься, у меня свои дела там, значит, о политике много не говорят. Но он ко мне как репейный пристал, стал меня уговаривать, тогда я ему в шутку еще раз говорю. Я говорю, Исмаил, вот халифат пусть арабы создадут, если нам понравится, мы у них перенимем этот опыт и тоже самое создадим у нас. И он мне сказал тогда так, на полном серьезе. Я извиняюсь, я не хочу критиковать никого, но те люди, которые там живут, они дураки, они неграмотные, они необразованные. Мы образованы. Мы должны им показать пример, создав здесь халифат. Это вот человек, который одержим был этой идеей. Понимаете? Вот маленький пример, который показывает, к чему они стремятся. Да, действительно, и таких людей, наверное, сейчас становится все больше и больше. Время прошло с 2005 года, когда у вас этот разговор состоялся, по сегодняшний день. Людей с таким настроением, но, во всяком случае, то, что мы видим на улицах нашей Алматы, наверное, становится все больше и больше. Тем более, почему такие настроения, я, извиняюсь, дополню, что люди видят иногда факты коррупции, видят то, что не очень правильно управление происходит, вот это расслоение. А те люди, которые говорят о высших каких-то религиозных ценностей, что здесь, если мы создадим халифат или государство, которым будут другие ценности религиозные, там тогда уже не будет коррупции, все будет равными. Вот это для определенных людей это как-то действует. Федерик Харшимович, вот меня, мою аудиторию, интересует, конечно же, как развивались события уже после Тюльпановой революции. И вы много раз говорили, что вы не политолог, но как раз-таки вы практик, вы проходили через это все. Расскажите о том, как получилось, что сначала вы шли в тандеме с Курмамбековым, Бакиевым, а потом тандем разводился. Это вот, ну как бы, мы тоже по аналогиям, то есть в наших странах не получается, да, руководить? Дум-Вират не получается, да, должен быть все-таки один правитель. Ваше мнение на сегодняшний день? Ну, в самом деле, что все-таки должен быть один правитель, это будет правильно. В одном казане, как говорится, две головы барана не сваришь, если у нас такая пословица. Я это прекрасно понимал, и мы, когда создавали тандем, мы договорились так. Ты возьму на себя или силовые структуры, или экономик. Или наоборот. Я возьму силовые структуры, ты экономик. Ну, и должны как-то разделиться. Это первый момент. Ну, он сказал, давай так, я возьму на себя силовые, я хочу тоже, значит, наводить порядок. Я говорю, нет проблем, я займусь экономикой. Ну, вот что интересно, примерно полтора года назад генерал Исмаил Исаков, бывший министр обороны, был в моем правительстве, он мне рассказал, что они земляки с бывшим президентом Курмайбеком Баки, он мне рассказал, на одной встрече, когда мы собрались вместе, это бытность мою еще, премьер-министром, Бакиев сказал, что я скоро Кулова выкину с должности. Тогда Исмаил Исаков возмутился, как генерал сказал, это неправильно, мы договорились перед народом, для того, чтобы народ и объединился, потому что Бакиев южанин, Кулов северянин, и были настроения такие, давайте все-таки представители севера, другие говорят, нет, все-таки южный должен быть. Ну, у простого народа есть небольшое деление такое, да, к сожалению. Вот этот фактор приходилось учитывать. Вот такой тогда момент возник. Чуть позже потом бывший посол России в Кыргызстане, Евгений Шмагин, опубликовал свою книгу. Вот. И в этой книге воспоминаний он говорит о том, что Максим Бакиев как-то в узком кругу сказал, что если надо, мы и Кулова пристрелим. То есть, вот такой момент тоже был, что если Кулов начнет что-то делать, мы его уберем. Вот это такое напряжение было интересное, потому что я не давал возможности заниматься какими-то коррупционными делами. И вот один из ярких примеров, который я тоже уже когда ушел с примера, значит, тоже, значит, мне стало известно. Мы хотели построить, значит, угольную станцию на угольное месторождение Каратичев. И договорились таким образом, что поскольку у нас есть Токтагульское водохранилище, и мы должны делать попуски воды, значит, весенние-осенние переводы для стран, которые находятся ниже подтечения, это Узбекистан, Казахстан. Вот. Но она же, когда вода выходит, это электричество. А зимой мы должны накапливать. То есть, мы зиму не можем выпускать, а зимой нужна электроэнергия. Поэтому хотели угольную станцию построить, которая должна была вот этот дефицит нам погасить. И договорились, что поскольку Казахстан это интересно, значит, это предложение было направлено. Вот. Но, приезжали бизнесмены из Казахстана, зашли не ко мне, зашли к Бакиеву. Я уже потом, когда, значит, ушел с этой должности, мне рассказали, что Бакиев направил к одному из сыновей этих бизнесменов Казахстана. И этот один из сыновей спрашивает, сколько будет стоить вот такая станция? Казахи, ребята, говорят, примерно на 2 миллиарда долларов. Он им в ответ, 150 миллионов долларов даете, что хотите, то и делаете. Они развернулись и уехали. Вот таким образом станция не была построена. Я это тоже не мог понять, почему никто не идет. Понимаете? И мне стало только позже об этом известно. Вот такие факты, к сожалению, имели место. И это послужило поводом для большого недовольства и в конечном итоге для свершения режима Бакиева. А вы это чувствовали в момент, когда вы работали, вам не давали работать, да? То есть вы были премьером, я помню, вы подписали соглашение, мы даже долго его обсуждали в 2005 году. Я видел пункты, которые вот прописывали, если вы собирались прописывать, там достаточно плотное было соглашение. Там даже, я помню, был прописан такой, что если кто-то один уходит в отставку, второй участник тандема автоматически должен уйти в отставку. То есть уходят Бакиево, осталось такое. И вот помните, даже этот пункт мы сидели с вами обсуждали в 2005 году. Это был такой же. Да, а вы ушли в отставку и ничего не произошло. То есть документ, вообще никакой подписанный документ не работает, юридической силы значит не имеет, когда... Он юридической силы не имел, это было мужское джентльменское соглашение, да. Вот. Ну, он, конечно, так сказать, наплевал на это соглашение. Ну, что делать? Это политика, политика грязная вещь, как говорится, да. Его задача была все-таки вот штаканить свою, значит, власть. Ну, к сожалению, и борщил, и вот оказался сейчас там, где он сейчас находится. Я услышал, Федерсович, что режим снова стал коррупционным, и это явилось яблоком раздора для вас. Вы не могли мириться с этим. Ну, и вас просто, можно сказать, действительно отстраняли от власти и вынулили подать в отставку. Но вот сейчас сам момент вот интересует, да. Все-таки вы проработали главой правительства внутри, в рамках этого тандема. И я помню, что вы пришли с лозунгами тоже победить коррупцию, разобраться с предыдущими коррупционерами, которые работали во время управления Акаева, Аскара Акаевича, да. Удалось ли вам победить коррупцию, хотя вот в короткий какой-то период, что вы делали с коррупционерами, которые обогатились во время управления Аскара Акаева? Удалось ли стране вернуть хоть какие-то капиталы, которые были вывезены из Кыргызстана? Хоть что-то получилось? Значит, в отношении вывоза капитала, то, что было со стороны семьи Акаевых, была создана специальная комиссия, были наняты юридические компании, которые работали как раз по таким делам, зарубежные компании. Но поскольку я недолго проработал, значит, эти компании юридически, они не смогли ничего добиться. Но есть такой один интересный момент. Согласно, значит, закону, было так распределено, я командовал как премьер-министр министерствами, ведомствами, но государственные акционерные компании, государственные компании, которые, значит, у нас существовали, это, допустим, аэропорт Монасск, акционерная машина, это Кыргызалтын, которая командовала золотыми месторождениями, это железные дороги, это, значит, угольная компания, они все подчинялись президенту. Я не мог это исправить. В общем, энергохолдинг, то же самое, мне не подчинялся. Я пытался дважды, значит, на заседании правительства выносил решение убрать руководителя энергокомпании, такой был, Балкибеков. Он, как подпольный миллер, сейчас где-то живет в Англии, там что-то прикупил, живет богато. Дважды на заседании правительства я выносил решение его убрать с должности. Окончательное решение убирать с должности генерального директора принимал президент. Я не смог его убрать. Я не смог убрать руководителя Кыргызской мюр, это Кыргыз-Уголь, который тоже самым занимался коррупцией. Я не смог его убрать, не смог материалы передать, потому что все это подчинялось Бакию. То есть, вот такие моменты были, но тем не менее экономику мы все-таки подняли. И если так разобраться, конечно, у нас масштабы допустим олигархов не сравнить, потому что у нас не было своей нефти, своего газа. И поэтому, конечно, мы в этом плане, конечно, олигархи у нас не были такими мощными, как допустим в других странах. революция Тюльпановая, которая произошла в 2005 году, она всколыхнула весь народ Кыргызстана. Мы приезжали, мы смотрели, что страна поменялась, люди поменялись, очень много было смелых идей, много демократии, много свободы слова было. И потом это как-то все сходило на нет к 2010 году, потом опять революция. Вообще вот демократические изменения, которые были после 2005 года, что-то получилось вот реально? Реальные институты демократические заработали после 2005 года? Пошло это на пользу стране или нет? Вот ваше понимание. Вы и сам глава партии Арнамес, вы создавали партию тоже, да? Работают вообще демократические институты в нашей Центрально-Азиатской стране, в Кыргызстане непосредственно? Ну, я бы так сказал, что сразу в один день вот такие изменения резко не происходят. Это все должно идти постепенно. Постепенно, конечно, общество стало более политизированным. Появились какие-то политические силы, но, к сожалению, рутина иногда забивала. Вот люди, как сейчас люди стали уезжать. Но, тем не менее, какой-то фон такой демократический все-таки был создан. Я подчеркиваю фон. Я не хочу сказать, что была система создана. Вот в этом есть такой нюанс. Пока система такой демократический у нас еще не создана. Но фон демократический имеется. Имеется определенные потуги, желание что-то менять. И в этом плане, конечно, мы немножко, может быть, лучше смотримся, если на нас наблюдать со стороны посредине с другими централизиатскими странами. то есть вы считаете, что все-таки демократические процессы, они запустились, просто они медленно идут, медленнее, чем хотели. Медленно идут, да, и там много причин, не хочу на них останавливаться. Те изменения, которые у нас происходят после, так скажем, этих переворотов, кто-то называет революцией, неважно. Но вот после этих социальных потрясений, конечно, определенные демократические изменения в стране произошли. Прежде всего, конечно, это в сознании людей. Но надо исходить еще и вот из чего, что все-таки политическая культура в общем, она достаточно низкая у населения и большая активность проявляет, так скажем, не очень высокий процент. Большая часть населения все-таки она индифферентна. Ну, так условно говоря, если там цифры перевести, может быть, процентов 80-70, это люди, которые, в общем-то, не хотят заниматься политикой, хотят заниматься просто личной экономикой, выживанием. Вот, а это часть какая-то, которая пытается делать политику. Поэтому все население охватить этими процессами невозможно. Это естественный процесс. Потому что людям надо думать о хлебе насущном, каждый о своей семье думает. Вот, также многие ушли из политики. Многие члены моей партии вынуждены были мигрировать, потом они остались за границей, там их дети подрастают, и они вынуждены были уже уходить из политики, заниматься, уже, так сказать, материальными вопросами. Здесь от этого, наверное, никуда не денешься. но общий фонд демократичный, все-таки он есть, я думаю, что он будет еще далее расширяться, и в этом плане, конечно, у людей есть ожидание, что у нас произойдут изменения к лучшему. А еще, Феликс, в 2010 году немецкие инвесторы мне рассказывают, мы когда посмотрели видеозапись, когда зашли люди и грабят банковские ячейки, для нас это как бы святотатство, как это так, грабить банки. И поэтому мы решили пока к вам не идти. То же самое, значит, другие крупные бизнесмены, да, они всегда внимательно смотрят. Ну, как вы знаете, деньги любят тишину. Поэтому каждое новое потрясение, она людей отпугивает, инвесторов отпугивает. И то же самое произошло после вот этих всяких наших переворотов революции. Очень много наших бизнесменов среднего уровня, они перевели бизнес за пределы страны, в том числе в Алматы. Потому что там была спокойная ситуация. Там была защита бизнеса. Хотя мы можем по-разному сейчас относиться к Назарбаеву, но должен признать, что это масштабная личность, которая все-таки создала страну. И то, что были перекосы, я сейчас на этом не хочу останавливаться, то, что положительно в Казахстане было, конечно, мы это тоже замечали в экономическом отношении. Ну, естественно, перекресты бывают, и особенно в последнее время это стало заметным для многих. Ну, это уже тема отдельного разговора. Хорошо, Филипп Шершавович, ну вот мы уже переходим к событиям в Казахстане, еще в начале поговорили, сейчас хотел бы задать вопрос. Сейчас у нас идут вот эти демократические процессы, все люди хотят перемен, многие хотят быстрых перемен, сейчас снова вот говорили, что идут митинги, идут разговоры об общественном договоре, но вот полного разноголосица. Какие реформы вы бы там видели, которые нужно было бы провести нам в первую очередь в Казахстане, для того, чтобы народ успокоился и поверил снова, и снова зажил стабильно, и инвесторы поверили, опять-таки стали возвращаться бизнес, какие реформы нужны, политические, экономические, ваше видение? Я внимательно все-таки отслеживал выступления известных и политиков, и экономистов, к сожалению, я не увидел таких цельной системы взглядов, каждый говорит об отдельности, кто-то говорит о доверии, кто-то говорит о политической воле, это правильные слова, но это общие слова, при всей так скажем, желание людей, причем желание людей что-то изменить, я не увидел цельной системы вот такого взгляда программы, это, мне кажется, связано с тем, что произошли резкие вот такие вещи, и люди еще не готовы для выработки какой-то программы, в связи с этим, и я вот применитель нашей страны, я считаю, что, может быть, надо собрать определенные группы людей, прежде всего, это подумать об изменении Конституции, надо подумать о том, как делегировать права на места, нужно или не нужно, и как это делать, ну, например, один из вариантов, это выборы, значит, прямые выборы, допустим, Акимов-городов, не областей, а городов, может быть, такой шаг пойти, да, для того, чтобы снимать напряжение, но людей, прежде всего, интересует это экономическое положение, вот в этом плане должны быть реальные шаги, что интересно в Казахстане, в Казахстане уже появился мощный прослойка рабочего класса, особенно на западе страны, вот мы видим это по Атырау, по Жаназену, как там появляются, и они требования ставят такого, значит, экономического характера, причем очень организованные, да, выходят они, люди, рабочие, у нас такого рабочего класса нет, а поскольку существует уже мощный рабочий класс формируется в Казахстане, естественно, надо уже думать, как поддержать этот рабочий класс, то есть рабочий класс уже может самоорганизоваться, понимаете, и вот для этого, да, в определенных областях надо пойти, возможно, на прямые выборы, плюс к этому, на мой взгляд, поскольку мы говорим о том, что природные ресурсы, это все является достоянием народа, я предлагал у себя и разрабатывал проекты законов о том, чтобы определенная доля природных ресурсов оставлялась у местной власти, да, на местах органов самоуправления, чтобы они потом эти ресурсы могли распределять на образование, на здравоохранение и так далее, вот таким образом поднимать. И второй момент, чтобы часть этих ресурсов, люди могли стать акционерами, причем сразу, конечно, денег нет, чтобы получить акции, но в течение трех-пяти лет, чтобы они могли акции потихоньку выкупать, и таким образом, помимо зарплаты, они могли иметь дивиденды, ну пусть по 200-300 долларов в месяц в зарплате, это было бы неплохо. вот такое я предлагал создание народных акционерных обществ, вот таким образом. На примере наших золотых месторождений я конкретно такие вещи предлагал, и, например, у нас есть Баткенская область, пограничная с Таджикистаном, я предложил на базе одного золотого месторождения создать вот такое народное акционерное общество, которое позволило бы иметь средства для того, чтобы потом уже создать водохранилище, а Россия 70 тысяч гектаров земли, создать канал 24 километра, поддержали письменно, письменно поддержали 10 тысяч местных жителей. К сожалению, прежний президент, он посмотрел, сказал, ну тогда с Таджикистаном месторождения тоже придется народ подключать, чтобы они имели долю там. Я сказал, а что в этом плохого? Мы не можем зарплату повысить быстро, это сложность. Есть масса других вот таких решений, но прежде всего я подчеркиваю, чтобы народ почувствовал, что он управляет. Это не просто на словах, а у нас управляют олигархи, получается, понимаете, которые имеют доступ к телу, естественно, уже начинают там находить и имеют возможность влиять на инвесторов и так далее, и так далее. Вот это плохо. Если мы по этому пути пойдем, это самый быстрый путь, который позволит людям почувствовать себя хозяевами, и тогда он уже будет заботиться о том, чтобы, даже если газ повысится, он скажет, хорошо, пусть повышается, я с этого что-то буду иметь, как совладелец этого предприятия, понимаете, он уже не будет так реагировать, он будет сходить из экономических интересов, из экономических расчетов, надо повышать или не надо, он уже принимать будет участие в решении такого вопроса. Вот примерно такие решения должны приниматься, это очень важно. И когда мы говорим о доверии и так далее, доверие складывается из того, когда садишься за стол переговоров и распределяешь, давайте поговорим, как организовать систему местного самоправления, как организовать студейскую систему, понимаете, вот допустим, суды присяжных нужно, нужно, как присяжных избирать, вот когда систему мы создаем, снизу инициатива пойдет, тогда уже народ по-другому будет реагировать. Поэтому я много таких законопроектов делал, к сожалению, по определенным причинам они положили их под супно, прежние руководители. Ну, идеи, да, такие интересные, достаточно, ну, не то чтобы смелые, да, они сейчас в обществе у нас тоже обсуждаются достаточно широко, да, и может быть, действительно дать людям больше власти на местах, чтобы они действительно управляли своими местными бюджетами и могли инвестировать в свои регионы деньги, которые регион, регион же и зарабатывает. Вот, да, интересно, по акционерам, народным акционерным обществам, тоже, Филипф Рожбаевич, тоже достаточно интересно. Да, и при этом, вы знаете, да, роль руководителя государства, она будет, так скажем, не то чтобы он повседневно наблюдал, но по крупным вопросам с помощью органов прокуратуры, да, надзирающих органов, можно создать органы народного контроля, да, также счетная палата и так далее, которые будут контролировать, как бы шаг лево, шаг право, чтобы там уже местные власти не совершали. Это все можно сделать, систему управления можно наладить. Это, ну, это, как скажем, коллективный труд, когда это можно сделать. Если люди это почувствуют, конечно, уже будут совсем по-другому реагировать. Они сами будут контролировать, помогать президенту. И при этом будет вертикаль власти очень четкая, интересно, построена, когда, значит, ты хозяин страны, в то же время ты делегируешь часть своих полномочий, значит, на места и при этом еще контролируешь. Уже проще, чем смотреть, где туалет построить или не построить. Интересно, вот вы сейчас говорите, но вы ни слова не сказали про парламент, про политические партии. Как вы смотрите, все-таки в наших странах больше работает сильная президентская власть или должны быть парламентские республики? Ваше мнение? Просто чисто так сказать, да, что чистый парламент или чистый президент не бывает чистых систем управления. Всегда вопрос стоит о распределении сфер полномочия. Должен быть сильный парламент при сильном президенте. Можно так сделать? Конечно, можно. Но опять-таки это надо сидеть, как бы взять весы и на весах распределять. Вот сюда дать эти полномочия, а при этом сюда систему контроля. Понимаете? То есть должна быть система сдержки противовеса. Если мы дали какие-то полномочия президенту, назначать всех. Вот давайте дадим ему парламенту полномочия контролировать. Таким образом мы уравновесим. Он знает, что я могу сделать многое, но при этом я за все отвечаю. есть орган, который меня контролирует и перед которым я ответственный. Примерно так. Я не говорю, не бывает в чистом виде, что дали все президенту, сидим и смотрим. Теперь вот появился Бог, царь в одном лице, который все должен решать. Это система сдержек и противовесов. Это все делается как бы на весах. Понимаете? Это должны собраться опытные юристы, собраться политики. Все эти надо вот как раз именно о чем говорил в такой консенсусный должен быть форум, который все эти вопросы будут обсуждать. Феликс Вашимович, я вот помню 2005 год, опять же, да, и мы разговаривали тоже, обсуждения были о том, что если не будут реформы делаться в Кыргызстане достаточно быстро, возможно, опять всплески народного недовольства. Ну, в принципе, что и произошло, да, там уже через год опять были палаточные городки, вот, возмущение было массой, к 2010 году они привели к очередной революции. Есть ли опасность, что у нас в Казахстане опять, возможно, опять всплески недовольства, опять народ может выйти на улицы? Как Вы считаете? Как прагматик, да, исхожу из следующего. Когда у нас произошла, значит, первая революция 2005 года, повторение следующей революции, она была неизбежна. Но после революции 2010 года, когда погибли люди, у большинства населения появилось отвращение, я так бы сказал такое слово, страх. Не хотят больше никаких новых жертв. И после этого, уже, да, когда тоже, значит, произошли события, так скажем, политические потрясения уже у нас в 2020 году, то они не носили такого характера, насильства. Потому что, во-первых, люди организовали отряды самообороны, дружинники и так далее. Не было никаких актов мародерства, ничего этого не было. К сожалению, и нет худо без добра, не дай бог, конечно, я так, может быть, это неправильно я говорю, да, но то, что такая таргетия произошла, я на тысячу процентов уверен, народ Казахстана больше не захочет, чтобы это повторилось. вот этот страх, я смотрел за выступлениями простых людей, вот, которые обменят смене, у всех страх, уже никто не хочет так выходить, и 13 февраля уже никто не поддержал, и никто не поддержит, то есть, вот этот страх, что вот так произошло, это заставит людей искать уже мирные пути решения, поэтому я верю, что не будет больше таких в Казахстане потрясений, но чтобы уже как бы есть как бы такое, знаете, не то чтобы иммунитет, а такое ощущение, что не дай бог повторения этого, да, уже мы этого не переживем, и поэтому сейчас надо искать другие пути, вот, и перебарщивать тоже нельзя, я всегда говорю, что система государства, государство должно влиять на ситуацию, я применяю такой образ, да, вот возьми в руки пластилин, если мы со всей силы его начнем давить, он между пальцем пройдет, поэтому надо так его прижать, чтобы и пластилин не вышел, и в то же время, чтобы, значит, это все контролировало, значит, и не выходило из-под влияния, понимаете, нельзя перегибать, то же самое касается, 13 февраля, я внимательно смотрел, силы правопорядка сделали правильный вывод, и никого не разгоняли, хотя митинг был в Ламаты не санкционирован, но пришло несколько сотен человек, это не было такого масштабного, да, протеста, поэтому, мне кажется, что вот здесь надо людям давать возможность выступить, выпустить пар, а у нас сразу же, вот я и с твоим тоже говорил, и выступал недавно в МВД, ни в коем случае нельзя перегибать палку, нельзя использовать этот принцип, чтобы выпрямить, надо перегнуть, это неправильно, вот мне кажется, что из-за этого надо правильный вывод сделать, как, значит, дать людям возможность провести мирный митинг, это его конституционное право, но при этом работать одновременно, чтобы не было провокаторов, вот это задача органов правопорядка, их надо вовремя изолировать, да, создавать отряды дружинников, которые тоже будут вместе помогать, это серьезная работа, кропотливая работа, но это уже дело, так сказать, профессионал знает, как это делать. Но еще у нас здесь опасность того, что этими провокаторами как раз таки манипулируют сами некоторые могли силовые органы. Вот этот момент был, да, потому что они, я говорю, пытались в принципе клин-клин вышибает, значит, против митингов других митингующих, анти-митинги делать, это очень плохо, значит, это неправильно. Надо людям дать возможность выговориться. Но в Казахстане особая ситуация, особенно, где касается рабочей регионы, да, где достаточно сформирован рабочий класс, там надо быть очень внимательным, потому что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. И поэтому здесь надо идти на экономический реформ. И прежде всего начинать именно с тех районов, где вот, так скажем, разве такое производство, да. Ну, советы давать легко, выполнять сложно. Выполнят, да, советы. Не, ну, мудрые советы умные люди выслушают, поверьте мне, Алексей Рожимович. Поэтому ваши рекомендации, я думаю, будут услышаны и здесь у нас с нашими людьми, которые принимают решения. Еще хотел бы знать ваше мнение о роли ОДКП вообще в целом как организации. Первый раз ОДКП вошло и в решение внутреннего конфликта, хотя, понятно, был призыв из-за того, что была внешняя угроза, вот. Насколько это вообще правильно приглашать эту организацию для решения, ну, по сути дела, внутренних задач? В Кыргызстан, я так понимаю, не в 2005, не в 2010 году объединенные силы так и не заходили, да? Не было? Да, ну, согласно договору коллективной безопасности, значит, сила ОДКП входит тогда, значит, в ту страну, где совершено нападение извне. В данном случае, в Казахстане президент Токаев сказал, что около 20 тысяч человек, в том числе террористы, из-за рубежа вторжились на территории Казахстана. Не верить президенту было нельзя. Но президент, я подчеркиваю, он, значит, использовал информацию, которую ему давали силовики. Он сам не может эту цифру придумать. Поэтому сейчас пытаются некоторые критиковать Токаева, что вот он пошел на такой шаг, он обязан был пойти на такой шаг, потому что ему так докладывать. Любой руководитель, если бы он бы, а если бы он не принял решение, в самом деле бы это было правдой, тогда что? Тогда бы пострадал весь народ, тогда бы он нескольких профессиональная ответственность Токаева. Поэтому я считаю, что он, исходя из той информации, которую ему дали силовики, он принял правильное решение. Другое дело, сейчас говорят, что здесь не 20 тысяч было и так далее, но следствие будет разбираться. И вот здесь, конечно, есть вопросы, кто же критики подвергается, поскольку каждый раз Токаева дают искаженную информацию. Вначале говорили соседние государства, потом он стал говорить о том, что это зарубежные террористы, недавно ему дали информацию, что это террористы были из одного центральноазиатского города. Вы знаете, я ради интереса просто поинтересовался. В самом деле, вечером 5 января в Алматы приземлилось два рейса. Один из Бишкека, другой из США. Рейс из США был транзитный, и оттуда часть ребят, которые там находились, это были гастарбайты, мне ехали в другую страну на работу. А большая часть это были обычные пассажиры с детьми и так далее, взрослые тоже были, небольшая часть. И вот теперь получается, а из какого города тогда? Из Кыргызстана не было. Понимаете? И вот сразу у многих начинает вопрос. И подозрение идет на соседей. и у людей тоже складывается сомнение. Потом я смотрю, одна выступает женщина и говорит, что в милиции видела много держанных ребят кыргызской национальности. Сейчас выясняется, что просто хватали, да, хватали даже известного пианиста, джазмена и так далее. Но такие, да, ребята попадались, наверное, потому что, я подчеркиваю, там и предприниматели наши, которые работали в Алматы. Те ребята, которые пытались приехать через границу, их на границе задерживали. И сейчас выясняется, что их избивали. Вот здесь, конечно, перебор, это, я считаю, что здесь не делало это, так скажем, чести для тех сотрудников, которые на это пошли. Нельзя портить отношения. Да, я вчера как раз хотел сказать, вчера официально органы, представители прокуратуры сказали, что граждан Кыргызстана не было, не участвовали в этих событиях. Вчера было официальное сообщение об этом. По поводу ситуации СОД ГБ я поднял еще один вопрос, который касается нас, как мы, все страны были участниками в одной стране, жили бывший Советский Союз, и поэтому мы так или иначе внимательно следим за тем, что происходит. Сейчас идет такая достаточно напряженная ситуация, наблюдается на границе между Россией и Украиной, Российской Федерацией и Украиной. Правда, вчера вроде бы уже риторика на градус спал и вроде бы уже ни о каких военных действиях не говорят вот так вот в открытую. Но, если представить, что вдруг будет, не дай бог, конфликт, как это может повлиять на нас, на всех, и на Казахстан, и на Кыргызстан? Конфликт между Российской Федерацией и Украиной. Ну, я не думаю, что Россия, во-первых, нападет на Украину, это просто бред, я в это не верю, это просто исключено, да, и об этом, кстати, заявление было недавно тоже руководитель службы внешней разведки, Нарышкина, он об этом тоже сказал, что это даже несерьезно обсуждать эту тему. Вот, если какие-то конфликты, там, ЛНР, ДНР там происходят, но это их внутренние конфликты, и я думаю, что здесь ОДКБ никак не может подключаться, вот, я просто исключаю вот такой вариант, что когда две, два славянских государства могут между собой столкнуться, или кто-то может на это их спровоцировать, и чтобы при этом подключили СОДКБ, я это исключаю. Да, но если вдруг будет провокация на границе, такое же бывает, что объявят, что Украина первая перешла границу, тогда получится юридически получится, что вторжение. Но если так скажем, возьмем формально, так скажем, отвлекаясь от реальной ситуации, формально, если нападение произойдет на Россию, то формально, я подчеркиваю, согласно договору, значит, страны ОДКБ должны подключиться и стать на защиту. Но я подчеркиваю, в реальности этого не произойдет. Потому что я исключаю, чтобы Россия, военный потенциал для России, конечно, сотни раз меньше, украины сотни раз меньше, чем у России. Поэтому я просто исключаю такую. Это надо быть вообще, выжить из ума, чтобы на это пойти. И я должен прямо сказать, что генералы, войсковики, это люди более ответственные, трезвые, чем политики. Они никогда на эти вещи не пойдут. Политики могут что-то такое, но генералы на это не пойдут. Хорошо, ответ очень точный, четкий. Спасибо за этот ответ. И еще, в заключении программы, еще один вопрос о влиянии Китая на Центрально-Азиатский регион. Насколько он сильный, насколько сильны интересы Китая в наших Центрально-Азиатских странах? Я очень много общался с представителями китайского правительства, будучи вице-президентом работы Министерства национальной безопасности, когда был министром внутренних дел, премьер-министром. Ни разу, я хочу подчеркивать, кстати, и с Россией тоже, ни разу, я подчеркиваю, даже намека на то, чтобы попытаться каким-то образом насадить свою идею, свои предложения, принудить к чему-то. Никогда этого не было. Никогда не было со стороны и, ну, Султанабиш, я тоже с ним много общался, общался я и с Кримом, никогда в разговорах, чтобы какие-то моменты давления и так далее я на себе не чувствовал, как вот руководитель другого государства. Некоторые, может быть, неправильно понимают, говорят, вот там Китай, они могут что-то заставить, это просто исключено. Китай, вы заметили, за свою многотысячную историю, несколько тысяч лет уже, тысяч пять лет, ни разу никогда экспансии не проявляли. Наоборот, они стараются жить в мире. У них не было никогда попознавения, типа, как Чингисхан пойти, завоевывать Европу и так далее. Этого никогда в Китае не было и не будет. У них другая политика. Политика направлена прежде всего на укрепление и решение экономических проблем и оказание помощи. Один пояс, один путь, вот этот проект, который сейчас разрабатывается, он в интересах всех стран, которые находятся в этой программе. Для них важнее сохранение стабильности. Они выступают против сепаратизма. Для них это номер один. Для них внутренняя безопасность, они ставят ее во главу угла. Они называют недаром несколько основных проблем, среди которых в районе этих, так скажем, угрожающих угроз, это сепаратизм, международный терроризм, наркотрафик и так далее. Поэтому в отношении Китая у меня нет никаких опасений. Виноваты иногда бываем мы сами. В чем? Не важно, это китайские инвесторы или другие. Получается так, заходит инвестор, я подчеркну, не важно, китайский или другой, он не знает местных законов, и попадает на какого-то коррупционера, тот ему помогает по-своему какие-то проблемы решить. Через некоторое время выясняется, что он нарушил закон, и тогда начинается на него давление, и этот человек, допустим, инвестор, что-то неправильно сделал, местное население тоже возмущается, он нарушил какие-то нормы экологические, или еще что-нибудь, и тогда получается, как будто, особенно если это китайский инвестор, так вообще начинает говорить о том, что он что-то нарушает, разрушает экологию. Любой инвестор будет выгодно ему работать в рамках закона, чтобы не иметь проблем ни с кем, ни с населением, ни с правительством, ни с судом, ни с прокуратурой. Это мы виноваты сами, чиновники виноваты. Федер Шибач, в заключении один вопрос хотел бы задать такой. Наши страны в демографическом плане считаются очень молодыми, то есть у нас молодое население. Что бы вы пожелали или порекомендовали молодежи заниматься им политикой, не заниматься или держаться наоборот подальше от этого всего, заниматься только своими делами и образованием. Ваша небольшая рекомендация для молодых людей и Казахстана, и Кыргызстана, которые сегодня слушают нас, смотрят программу. Я вот как своим детям, я всегда говорю, дело не в том, чтобы лезть в политику. Если ты поставишь себя на ноги, если ты сможешь обеспечить свою семью, то через свою семью, богатую семью, государство станет тоже богатым. Если каждый из нас будет что-то делать для своей семьи, вот это очень важно. И при этом государство, во-первых, не должно мешать и должно, если сможет, должно помогать. Вот я бы так сказал. Самое главное, чтобы каждый сейчас, прежде всего, сал на ноги, получил хорошее образование, вот, и был уверен, что ему никто не будет мешать. Вот это очень важно. Быть ежедевенцем это неправильно. Если ты мужик, ты должен зарабатывать. Ты должен создать свою семью и помогать своей семье, своим родным, близким. Вот если так каждый будет работать, я считаю, тогда и государство будет богато. И поэтому я не даром говорил, что каждая территория будет обеспечить своих, и будет богатая территория, при этом будет бедное правительство. Это нормально, как в Швейцарии. Они говорят, богатый народ, бедное правительство. Вот это вот принцип, я считаю, он будет правильным. Хорошее мнение, я думаю, многие к нему прислушатся. Федик Шершимович, большое спасибо за интерес и содержательную беседу. Час практически разговариваем, как одна минута пролетела. Надеюсь, после вот этих всех событий и карантин уже, наверное, скоро закончится, приеду к вам в Бишкек, обязательно постараюсь встретиться, буду рад встречи. Взаимно, всего доброго, успехов. Спасибо большое, всего хорошего.